Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о поздней посадке озимого чеснока. Бывает так, что у нас не получилось приехать на дачу. Кто-то уехал в командировку, кто-то приболел, а у кого-то было много работы. Мы приехали, а почва уже прихватила морозом, а чеснок не посажен. Что же делать в такой ситуации? Оказывается, чеснок еще не поздно посадить. Я сам лично пользовался таким способом посадки. Конечно, оптимальные сроки для посадки уже прошли, но еще можно получить достойный урожай в будущем сезоне. Что делаем в этой ситуации? Когда почва подмерзла, она промерзла на глубину нескольких сантиметров, лопату ее уже не перекопать. Однако, если у нас уже есть подготовленная грядка, можно воспользоваться ломом или обычным прутом арматуры. Для этого в грядке проделываем отмерстие ломом или арматурой, добавляем в них немного золы, например, а можно и ничего не добавлять, если грядка уже заправленная, и помещаем в отверстие зубчики чеснока. Но здесь возникает второй вопрос. Чем же присыпать посадку? Ведь почва промерзла, компостная куча промерзла, невозможно уже выкопать землю. Тогда можно приобрести грунт в магазине и им присыпать посадку чеснока. Дополнительно грядку можно утеплить опавшей листвой, либо ботвой от цветов. Еще можно использовать лапник от обрезки хвойных растений у себя в саду. Это может быть туи, какие-либо горные сосны, можжевельники декоративные, растущие в саду. Также этим материалом можно утеплить грядочку. Возможно урожай и не будет столь большим, как при нормальных сроках посадки, однако он обязательно будет, и вам хватит чеснока для домашних заготовок и для собственного потребления. Вот и все. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok